С нового года грядут перемены. Чтобы сделать работу администрации более эффективной, штат чиновников решили сократить. Так, например, такой структуры, как городское хозяйство, больше не будет. Оно войдет в состав управления ЖКХ и капитального строительства. От этого все только выиграют, считает Алексей Дронов. То, что у нас раньше было отдельно городское хозяйство и управление ЖКХ, это было не совсем правильно, поскольку реально полномочий, которыми мы наделили управление городского хозяйства, в соответствии с уставом оно не имело. Другие отделы, говорит глава администрации, решили объединить из-за похожей структуры, культурой и физкультурой. Будет заниматься одно ведомство. Отдел экономики станет частью финуправления, а за сельское хозяйство будет отвечать отдел по развитию потребительского рынка. Алексей Дронов отмечает, количество управленцев немного снизится, но какие конкретно кадровые перестановки грядут, он не поясняет. Алексей Дронов, сколько штатных перестановок будет запрещено? Не знаю, посчитаю. Сначала создадут новую структуру, а потом начнут подбирать кадры, при этом уровень зарплаты снижать не будут, заявляет Алексей Дронов. Наоборот, у кого-то они могут и вырасти, как, например, у работников Думы. Для освобожденных депутатов и председателя сегодня принимают новые критерии оплаты труда. Каждый месяц, кроме зарплаты, они смогут получать надбавку за особые условия труда в размере трех окладов. Также предусмотрена доплата за выслугу лет и еще несколько приятных бонусов. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – 11 должностных окладов. Премия по результатам работы – 12 должностных окладов. И материальная помощь – 2 должностных оклада в год. Однако, как утверждает начальник финуправления, бюджет при этом не пострадает. Наоборот, на содержание думского аппарата в следующем году сэкономят. В бюджетной смете Первоуральской городской думы на 2014 год было заложено 4 миллиона 935 тысяч рублей в год. На 2015 год у нас заложено 4 миллиона 722 тысячи рублей. Большинством голосов проект по зарплатам для депутатов принимают. Но это устраивает далеко не всех. Один из тех, кто голосовал против – руководитель фракции «Яблоко» Владимир Плюснин. Сегодня наступают не самые легкие времена. И думаю, ничто так не может украсить депутата как скромность. Допустим, тот же пресловутый вопрос с премиями. Если раньше депутаты получали на премию 6 окладов, то теперь будут получать 12. То есть, если раньше премия была 50% от оклада, то теперь станет 100% от оклада. Простой вопрос. А по каким критериям оценивается давать эту премию или не давать? Кто и как будет оценивать работу депутатов, на Думе не озвучили. Пока народные избранники продолжают усердно работать. Сегодня на заседании они рассмотрели 12 вопросов, уложились за час. Вполне возможно, что оперативность станет одним из критериев оценки работы депутатов.